МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии третьего съезда специально для представителей из различных средств массовой информации состоялась пресс-конференция. На ней на вопросы журналистов отвечали директор НИИ Организации здравоохранения Елена Аксенова, руководитель филиала Центра медицинской статистики НИИ Организации здравоохранения Анастасия Почернина, директор НИИ статистики Росстата Рустам Хамзин и научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Николая Александровича Сымашко Рамил Хабриев. Нужных мероприятий много, но это очень нужные мероприятия. Дело в том, что хоть и на огромном регионе Москва, третий съезд подряд, ну, сказать, вот за такой промежуток времени, но очень важно, чтобы этот опыт распространился и на другие территории. Мы решили в этом году все-таки сделать его максимально полезным для людей, которые занимаются статистикой. Также он будет полезен и для научных работников, для образования и, возможно, даже для журналистов. Рассматривая тенденции развития медицинской статистики, эксперты не только федерального, но и международного масштаба отметили, что за последние полтора года в отрасли произошли существенные изменения, и связаны они с борьбой с коронавирусной инфекцией. Трудно переоценить вклад медицинской статистики в борьбу с этим общим недугом, поскольку именно от тех данных, которые мы получали с первых дней борьбы с пандемией, зависели те решения, которые принимали и клинические решения, и в части внедрения противоэпидемических мер, именно благодаря работе, которую пришлось радикальным образом перестроить. Пришлось большой объем новых данных, без устоявшейся методологии сбора этих данных, собирать в ежедневном, практически ежеминутном режиме. Эксперты обсудили актуальные для сегодняшнего дня тенденции в области сбора, классификации, анализа и управления медицинскими данными. 2020 год полностью изменил систему управления здравоохранением. Те процессы, которые мы считали незыблемыми, неизменяемыми, вдруг в один момент стали трансформироваться. Конечно же, изменения произошли в медицинской статистике. Сейчас мы понимаем, как осуществлять мониторинг и управление системой здравоохранения на основе оперативных данных. Мы их научились читать. Главная цель работы нынешнего съезда медицинских статистиков – модификация статистического пространства здравоохранения с учетом меняющихся условий и лучших мировых практик. Пленарные и четыре секционных заседания собрали в виртуальном пространстве москвичей и специалистов из разных городов. Участники обсудили проблемы перехода от типичной статистики к более гибким методам работы с данными, возможные кадровые решения в части развития персонала, вопросы создания единого информационного поля и анализа больших данных здравоохранения, перспективы увеличения открытости данных на глобальном уровне и преемственности методологических рекомендаций. Во второй день съезда традиционно проходил конкурс «Лучшие региональные практики управления здравоохранением» на основе статистики и больших данных. Он проводился по двум номинациям «Лучшая практика в рамках медицинской организации» и «Лучшая практика регионального уровня специализированной службы». Нововведение 2021 года «Жюри». Теперь победителей в каждой номинации определяют не только путем открытого голосования, но и по оценкам экспертного совета. По результатам конкурса лучшие проекты попадут в атлас региональных проектов в сфере статистики здравоохранения. Еще одной новинкой съезда стала презентация цифровой платформы «Лица статистики». В проекте могут принять участие все, кто так или иначе связан со статистикой здравоохранения. Главная цель – сформировать и развить открытую неформальную персональную базу в виде электронной платформы для взаимодействия и коммуникации. Подводя итоги съезда, Елена Аксенова рассказала о том, что НИИ организации здравоохранения выступает инициатором создания Всероссийского дня медицинской статистики. Редактор субтитров А.Семкин